Доброй ночи, друзья! В последнее время появились сомневающиеся в том, что мир спасет красота. Согласен, на что туманно намекал Достоевский ФМ не совсем ясно. И по правде говоря, лучше уповать на то, что разум когда-нибудь победит и что-то заставит взять себя в руки. Но в том, что красота страшная сила, сомнений нет. Как нет сомнений и в том, что она способна сама себе проложить грудью дорогу. Наших сегодняшних гостей вы не можете не знать. Они красивы, молоды и талантливы. А страшную силу в созидательное русло направят знающие люди, которых привычно называют продюсерами. У нас в гостях группа «Рефлекс». Рука дрожит, и ветер в крышу загоняет серебро. Я тебя уже не слышу, но вижу, что произошло. Ты знаешь больше, чем я знаю. Со мной бывает этот страх. Тебе заранее прощаю. Самоубийство на глазах. Мне трудно говорить, но что молчать? Не знаю, что сказать, пообещаю. Мне трудно говорить, но что молчать? Я все тебе заранее прощаю. Мне трудно говорить, но пустоту И в воздух разрывают обещания. Мне трудно говорить, я все пойму. И все тебе заранее прощаю. Мы испытали многоцветия, отпечатки на стене. Я думала, приснилось в цвете, но это было не во сне. И губы верят в бесконечность. И где-то рядом яркий свет, но проводами по надеждам. И двести двадцать мне в ответ. Мне трудно говорить, но что молчать? Не знаю, что сказать, пообещаю. Мне трудно говорить, но что молчать? Я все тебе заранее прощаю. Мне трудно говорить, но пустоту И в воздух разрывают обещания. Мне трудно говорить, я все пойму. И все тебе заранее прощаю. Мне трудно говорить, но что молчать? Не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, пообещаю. Мне трудно говорить, но что молчать? Я все тебе заранее прощаю. И все тебе заранее прощаю. Я все тебе заранее прощаю. И все тебе заранее прощаю. еще более красивой, это можно. Эти цветы нашим гостям. Ирина. Спасибо. Спасибо огромное. Алена. Спасибо, Олег, большое. Ну, а теперь я уже буду представлять гостей. Человек с серьезным лицом, как нетрудно догадаться, это продюсер и человек, без которого рефлекса бы не было. Это Вячеслав Тюрин, Ирина Нельсон. Алена. И человек с несерьезным лицом. Нетрудно догадаться, что это диджей. Он же Сильвер. Рад вас очень вас здесь видеть, ждали с нетерпением. Но разговора о Вещаном, я так думаю, не получится. В общем-то, потому что все эти проекты... Обещал же Овещан. Опять Овещан в форме. Проекты эти, как правило, недолговечны. Так что, наверное, вопрос первый будет Вячеславу. Проект надолго создается? Да что-то как-то я... Взрослый взгляд продюсера. Ты знаешь, я с тобой не соглашусь, потому что я помню, что когда создавался Hi-Fi, все тоже говорили, да, это на три года. Вот что-то 10 лет все же работается и все. Я не думаю, что это так. Руки вверх тоже все говорили на три года. 10 лет. Нет, все это глупости. Ну да, смотря как разобраться, если 10 лет ты считаешь, что это недолго... Ну это прилично. Да. Все-таки не Роллингстоун. Да. Я не думаю, что Рефлекс быстротечный проект. Ну, создавался изначально как развлекательный, и таким и будет. У Ирины очень много размышлений на тему нести танцевальную культуру в массы. Читал. Да там немножко не так. Ну вот, не соглашусь. Не соглашусь. Потому что самый первый альбом, который называется «Встречай новый день», который вышел в Рефлекс, там как раз не о любви, не о такой любви пашногрудных блондинок. Это о любви в более широком смысле, любви общечеловеческой. И этот альбом, он до сих пор эксклюзивен в этом плане, потому что мы к нему обязательно, к этим песням вернемся рано или поздно, потому что там много интересных композиций, которые, кстати, не получили широкого распространения именно по той причине, что там весьма глубокие тексты. Там почти все тексты. Как Ира писала. Для этого нужно время, чтобы эти тексты, эти песни отстоялись, как хорошее вино. Я думаю, что они заново еще будут звучать, конечно. Как сказал один человек в интернете, и эта блондинка написала шутки песни. Да, кстати говоря, она же не ассоциируется. Вообще красивая женщина, она же не ассоциируется с умной. Женщина должна быть или умной, или красивой. Алена, дай мне шампунь, да там же полно его. Ну, туда без сухих волос я уже намочила. Вообще я с этим соглашусь. Красота часто отвлекает. Даже я как-то видела программу. Одна американская девушка, будучи очень красивой, она изуродовала себя, пошла к пластическому хирургу, изуродовала себя для того, чтобы именно ее воспринимали как человека интеллектуального. То есть ее это оскорбляло, что на нее смотрят только похотливыми взглядами. Давайте, господа, поверим, потому что было слово «американка», в это поверю легко. Но на самом деле, мне кажется, самое важное – это не обращать внимание на то, как тебя воспринимают, а быть в гармонии с самим собой и не противоречить себе лично. Поэтому операции ему делать сырой точно не будем. В общем, нам нравятся такие, какие мы есть. По уродованию себе. По уродованию не будем, обещаю точно. А украсить себя? Это тоже вопрос очень спорный, потому что пока чувствуется гармония с самим собой, этого не требуется. Как только что-то будет не устраивать, может быть, почему нет? Ну, мы же на самом деле договорились со всеми ведущими тату-салонами, и в ближайшее время мы покроем себя, сделаем массивное шрамирование и пирсинг, и татуировки. Это уже будет другая стилистика. Нас будут поднимать себя. Вообще красота женщины – это вопрос парадоксальный, потому что спроси любую женщину, считает ли она себя красивой. Считаешь ли ты себя красивой? Вот как только все чаще и чаще я стала получать на свой e-mail, в интернет, письма, которые именно пишут, что красиво, я в это начала верить сама. А раньше я видела в себе одни недостатки, и, в принципе, в школе я была гадким утенком, у меня не было мальчиков. И так говорят все красивые девушки. Да, и поэтому сейчас спроси любую девушку, она назовет, перечислит все свои недостатки и так далее. Поэтому это, конечно, приятно слышать. А последний был самым гадом. Да, поэтому... Но ставка на эротику все равно же присутствует. А, я тогда это в мой огород каменческий надумал. Ну, а я мягко передвигаю камень, я не швыряюсь ко мне. Да нет, но как объяснить? Я не хочу, я готов не ставить на эротику. Дело в том, что сознательно никаких ставок не существует. Просто, может быть, пресса, та, которая более идет на контакт, она, так сказать, категории визуальных восприятий принадлежит. Да, она все-таки, конечно, хочет видеть красивую девушку. И так или иначе появление... Откуда все эти истории про лесбиянок, не лесбиянок? Это все зрительно наталкивает на ход мысли. Вот они бы сейчас здесь взяли, вот так вот рука в ручку сидели бы. Понимаешь, в этой же лесбиянке все. Вот я думаю, мужские полосидят. Не возникает никаких сомнений. Вот они... Вот как выглядят лесбиянки, понимаешь? Классические. Классические причины, да. То есть, в принципе, никогда никакого упора на это не делалось. А где возьмешь музыкальные журналы? Скажи мне, пожалуйста, где ты их видел? Я не знаю таких журналов ни в России, ни в Украине, чисто музыкальных. Где бы можно было сказать, посмотрите, какой Ирин Нельсон голос, сколько у нее милизмов внутри, как она здорово поет, как на нее обращают внимание все диджеи мира. Сколько она уже миксов записала, никто в России столько не имеет. Где я это скажу? В FHM, что ли? Или еще в чем-то там? Сейчас мы снялись в Playboy, да? Но в Playboy снимают всех успешных девушек. Я думаю, что это всегда интересно. Красивых и успешных. Красивых, согласен, да. Поэтому в первом альбоме происходили фантастические совершенно вещи. То есть, это действительно был самый выдержанный альбом, и он абсолютно не пошел так, как хотелось. Ну, то есть, мы завоевали некую такую ступеньку, и все. И дальше мы запустили песню «Сойти с ума». Зацепились. Да, на которую мы сразу рассчитывали. Но «Сойти с ума» тоже не была глупой. Я сам лично видел, на заборе было написано «В пульсе моем бьется имя твое». И я считаю, что это строчки, за которые она заслужила то, что она сейчас имеет. И написать эти строки, конечно, и я многому всегда у нее учусь. В подходе, в скрупулезности даже мне иногда этого не хватает. Иногда, особенно когда я что-то делаю, мне что-то нужно быстрее закончить. Я говорю, ну ладно, все, здесь остановлюсь. Нет, нифига. Вот давай вот здесь доделываем, здесь и так доделываем. Ну, вообще вопрос мой изначально привелся к тому, могли ли рефлекс появиться в эпоху, когда не было видеоклипов, не было там MTV, не было каких-то музыкальных каналов. Если честно, лучше бы их и не было. Почему? Потому что хочется делать все-таки музыку, и музыку в большом смысле слова. А это превращается в некий конвейер, где вот необходимо обязательно состряпать к каждой песне клип, обязательно его запустить, иначе никак не воспринимать. Ты знаешь, мы недавно были на Медеме, это всемирная выставка грамзаписи. В Каннах, да. Да, в Каннах. Мы были там, так сказать, по своим производственным делам, по музыкальным. И я удивился очень одной вещи, насколько они, продюсеры западные, держатся за слово поп. То есть для них поп-музыка – это, в принципе, высший критерий, высший знак качества. Когда они говорят, что я играю поп-музыку, там вот Джерри Холлиуэлл – это поп-музыка, а Пол Ван Дайк – это клаб-музыка. И не дай бог клубному музыканту сделать поп-вещь. Он выбивается из концепции, и не дай бог потом Джерри Холлиуэлл выйдет на сцену и будет петь какой-либо транс. Нет, ремикс – это ремикс, это определённый рынок. Они никогда не выходят с оригиналами, которые… Мы делаем так же. У нас всегда есть оригинал, вот то, что мы сейчас видели. У нас всегда есть ремикс. Но ремикс на песню, трудно говорить, раскрутился на 5 ступеней выше, чем сам оригинал, который сделан по музыке очень сильно. Ремикс достойный, да, но он трансовый достаточно, я считаю, для моего вкуса. Это банальная вещь, которую я сел и сделал очень быстро. Я знаю, как это делать. Но это к вопросу вот о восприятии, понимаешь? То есть то, что быстрее, это не значит, что это лучше, согласись. Слава, ты потерял контроль, они там перестали держаться за руки. Ты их жёстко вообще держишь в руках? Жёстко, ты делаешь постоянно. Меня, кстати, очень удивило в этой ситуации, что Слава появился вместе с рефлексом. Потому что вы знаете, что продюсер – тот самый кукловод, который вам всегда остаётся за кадром. Ну, я не тот продюсер, да. И он кукловод, прощения, посчитайте всё. Это кукловод, кукловод. Нас оскорбили, мы пошли. Пойдём. Нет, Слава никогда, очень редко, в исключительных случаях ездит с нами на концерты, на гастроли. Просто Киев – это всё-таки особый город. Он уникальный город. Не приехать сюда, когда лететь час 15, действительно сложно отказаться от такой немочкой идеи. В принципе, я бы хотел, Ален, тоже развенчать. Вот это вот само слово «продюсер». Всё-таки я продюсер, имеющий отношение больше к музыке. И музыка для меня – это всё. Я делаю музыку, я не задумываюсь особенно над тем, как это всё будет визуально. Но, конечно, я сам снимаю клипы, многие это знают, я сам провожу фотосессии, но это потому, что я это умею делать, и всё. Продюсер в том понимании, как он у нас застолбился, да? У нас часто путают понятия продюсера и менеджера. Да, который ходит и размещает на каналы клипы, спонсоров. Это не продюсеры, ребята. Носит деньги кучами куда-то откуда-то. Здесь берёт, туда переносит. Продюсер, слава, продюсер в настоящем смысле слова, вот так, как это принято в Европе. 80% времени провожу на студии, и всё. Креативный координатор процесса. Да, то есть он заботится об имидже, о песнях, о записи, о съёмках клипа. И, кстати, надо сказать, всё это делает он умело. Вообще, как сказала Борисовна в своё время Пугачёва, талантливый человек, он талантлив во всём. Она ещё, кстати, по-моему, одну вещь сказала. Она сказала, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Это тоже её фраза, по-моему. И, в общем-то, у нас так получается, что частенько нас спрашивают, а кто вам делает там костюмы, а кто вам снимает клипы, а кто вам такую фотосессию сделал. Кто вам делает костюмы? Знаете, и мы сели, как-то проанализировали. Первый образ мне вообще приснился во сне. Хочется пощеголять, сказать, да это был итальянский дизайнер такой-то, или эти музыканты. А потом, думаю, Бен, это же мы слава подала идею, мы довели до ума. Нет, первый образ вот этот, который везде растиражировался, блондинки в чёрных таких коротких юбках с белой блузки, такие а-ля секретарь. И такой парень с белой рубашкой, там, с галстуком. Офисный стиль. А-ля такой, да. Парень, кстати, так на тебя посмотрел, что я подумал, для него что-то новое. Я очень внимательно слушаю. Я очень внимательно слушаю. Да, парень, он тогда тяжело это воспринимал, поэтому всем на тяжело давался. Думали, что в спалённую мозгу продюсера родилось какое-то порно, понимаешь. Потом всё, там не было ничего такого. Действительно, были закрытые совершенно рубашки белые и чёрные юбки. Поэтому вот мощный генератор идей, которые мы, собственно говоря, воплощаем в жизнь. Вот, поэтому Слава, Вячеслав Тюрин, когда его просто называют продюсером, он в таком смысле слова, который вот у нас принят. Он обижается. На самом деле. Пытается уйти из кадра, он начинает плакать в уголке. Нет, прежде всего Слава, это, прежде всего, вообще, конечно, я считаю его прежде всего композитором, который написал огромное количество мелодий, которые вошли уже в золотой фонд российской эстрады. Надо отметить, что только для группы «Рефлекс». А потом уже по необходимости, так как хочется действительно всё довести до ума и чтобы проект был цельным. Чтобы сварилось, ты хотел сказать. Да. Поэтому приходится это совмещать и со всеми остальными видами. Кажется, что вы меня пытаетесь убедить в том, что и так очевидно. Что я не менеджер, взгляд. Да, это просьба убедить наших зрителей, чтобы не путали понятия менеджера и продюсера. Потому что у нас эти понятия пришли, недавно пришли с запада. Ты поняла, откуда Данилка? Да они не поймут. Поймут, поймут, я верю, я верю. Вообще, вот диджей молчит, это роль такая, но знает своё дело. Или ты иногда выступаешь так. Он копит, копит. Ставить слово и вкраплениями общаюсь. И всё взять, так перечеркнуть то, что до этого говорилось. Ну, в общем бы и нет. Оно перечеркни так, сходу. Гриш, ну скажи, что попсу тяжело делать. А, Гриш, вот первое, так сказать, приятное открытие. Да, это первое приятное открытие. То есть ты молчаливо будешь делать... Сейчас он зафиксирует историю. Это было? Это был один момент. В один момент очень красиво сосказывали на Европу. И вопрос о Германии. Он же должен был как-то возникнуть. Меня интересовало, как Ирина пробивалась с Дитару Болину. Я знаю, что он роль какую-то сыграл. Длинная история. Пускай сама она рассказывает. Да. В принципе, я не знаю, с какой стороны это подать. Как историю своей личной жизни, каких-то перипетий в моей личной жизни. Значит, я здесь должен уходить. И в принципе, я не пробивалась с Дитару Болину. Тебя это обижаться. И обижаюсь, замыкаюсь. Совсем даже не забивалась. Но ты как-то обидно в те же тоже вопросы был, понимаешь? Обижайся, замкнись. Ни к Диджи Боба, ни к Дитару Болину я не пробивалась. Произошло это совершенно случайно, когда я, будучи в Германии, на германских студиях оставила свои диски. И потом знакомые передали, они услышали голос. В принципе, мне очень приятно было, что Диджи Боба оценил именно краску голоса. У него как раз программа, рождалось шоу, мировое турне. Краски мира. Калов вызывал. И он решил одну песню записать со всеми ведущими в дуэте, со всеми ведущими вокалистами всех стран. Ну, не всех. Там было 12 треков. 15. Ну, это тоже немало. Но он выбрал в том числе Россию. Да, из России, в общем-то, был выбран мой голос. И таким образом родился этот дуэт. То есть, все совершенно случайно происходит. Такое ощущение, что Диджи Боба куда-то ушел. Что у меня, к сожалению, нет такого. Обиделся не Вячеслав Тюрин, а Диджи Боба куда-то исчез. Диджи Боба, но он до сих пор болен. Про личную жизнь. Нет, ну Диджи Боба никакой его роли не сыграл. Была с ним встреча, Диджи Боба, ему нравилось все, что делает. Но он тогда был занят возрождением Modern Talking. Это было три года назад. Сейчас он был занят их похоронами. Да не привлекают мужчины Лавелласы и его песни о том, что... Он сегодня поет о том, что он мечтал бы своей кроватью увидеть множество девушек. Я одна Люба. Мне достаточно либо одна девушка, либо... Либо две девушки. Да. Вот. Немного не надо. Гораздо меньше. Потому что у меня гуманитарное образование. Диджи Боба, но поэтому в этом плане мы с ним не сошлись. Не нашли вообще темы. Ну, он же вообще человек такой, ну, как это сказать... Человек он любвеобильный. Любвеобильный, да. Очень серьезный. Мне интересно, Ира, фотография твоя присутствует где-то там, то есть как он на тебя выходит. К сожалению, да. Да, вот это, соглашаю. Есть эти фото. Скажем, ну, там же все прилично. Там же все прилично. Там просто... Мы стоим там никаких вообще... Слушай, что там... Знаешь, если за ручку подержаться, это уже... Да. Лесбиянки. Вот, кстати. То есть Дидером Болиным рядом. Ты опрометчиваешь. А я вообще не страдаю камероманией. Для меня что Дидер Болин, что любой просто человек, совершенно одинаково. Поэтому я не теряю рассудка, не падаю в обморок при виде какой-то супер-мега-звезды мировой. А со многими приходилось встречаться? Ну, там Диджей Боба назвал. Да, вот буквально недавно в Монте-Карло мы вместе работали с Принцем. Там была Инга. На Сардинии. На Сардинии. А, я сказала, где... А, да. Там просто поездки были после Сардинии, мы поехали сразу в Монте-Карло. А в Монте-Карло так просто прогуливаясь и делая фото для прессы мы встретили... Мы чуть не стали папарацци. ...рота Стюарта. С новой девушкой. Очень красивая девушка. Красивая? Другая девушка. Сначала, 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 вовите девушку. Блондинка, откуда ты знал? Я рода Стюарта, я знаю о роде Стюарте, я знаю все. И он так, мы ему сказали, род, автограф, он сказал, ну-ну-ну-ну-ну, и бегом в отель просто. Он понимает. Поэтому, когда... Смысл был в том, что сначала Сильвер с его девушкой подошел знакомиться. Да, да, да. И когда я вижу мировую звезду или прихожу на концерт мировой звезды, у меня даже не возникает желания взять автограф, подойти или сфотографироваться. Она всегда учится. Мне всегда интересен момент работы на сцене. Это правда. Как коллега на коллегу смотрит. Ну, вообще, без кумиров, без каких-то ориентиров так... Нет, почему? Она уходит, она смотрит на Морайю Кэрри, ходила для того, чтобы посмотреть, как она поет, как это в лайфе действительно все. Нет, я не представляю, что вот человек... Не создавай себе кумира. Кто говорил? Это, опять же, будем вспоминать Достоевского ФМ и о том, что офигенно Достоевский поет, спасет мир, понимаешь? Красота, в моем понимании, это когда в человеке все гармонично. Слушайте, вы разберитесь тогда, что такое кумир. По-моему, вы говорите о разных вещах. То есть, для Ирины есть ориентиры, она мне может в пример привести того или иного музыканта или диджея. Но такого, чтобы дух перехватил, вот ты там с принцем столкнулась. Но, ну как? Ну как, она немножко лукает, потому что я, например, знаю, мне рассказывал Илья, наш администратор, что она за принцем смотрела, за твоих дыхание там из-за... Да, мне очень нравится этот артист, но я не испытываю желания подойти к нему как к человеку, его потрогать за руку, взять у него автограф, поцеловать в щечку. То есть, кумир-то есть, просто его целовать неохота. Тем более, он после концерта был потный. Нет, понимаете, есть слово кумир, а есть слово легенда. Вот легенда – это хорошо, а кумир – это как-то вот чревато. А я знаю, что ты вошел в часть легенды «Рефлекс», когда снял сливчиком одну из девушек. Есть такая фотография. Что это значит? Хорошая фотография. Я думал, что у тебя это часть работы, еще там подносить, типа подносящего снаряда. Ну, если речь идет о фотографии, я вообще люблю фотографировать. У меня есть своя коллекция фотографий. Я бы даже с удовольствием где-то какую-то выставку бы сделал. Это такие вот разные, самые разные... Не, ну вообще, ты же жаловался, помнишь? Он жаловался. Тяжелый предмет. Пожалуйста, представляешь, с ним все время в гримерной две полуголые девушки придевают. Я перестал реагировать на женское тело. Он говорит, все, для меня уже его не существует. У нас только уже привыкли. Правда? Да, взгляд замыливается. Нет, просто свет другой должен быть. Конечно, творческая группа мне всегда подсказывает, спрашивает, а чей все-таки Левчик был? Вот это такая интрия. Левчик мой, мой. Это не последний интрия. Левчик мой. Мой был? Соленирный, что ли? Не последний, я сказал, интрига, потому что вы можете получить автографы группы Reflex вот на этих вот дисках. Вот этот вы сказали, нельзя показывать. Олег, кому нельзя показывать? Другой стороны, другой стороны. Девушки говорят, что это нельзя показывать. Я не знаю, почему они под конец пробежат. Нужно показывать крупным планом просто. Вот эти вот диски с автографами наших сегодняшних гостей, у нас гостей от группы Reflex. Вы можете получить, если на сайте нового канала вы ответите на вопрос, который сейчас задаст Вячеслав Тюрин, продюсер этой группы. Сейчас вопрос прозвучит. Первые три человека, которые ответят на форуме, там зона ночи, если зайдете на сайт нового канала, адрес вы видите на экранах, и ответить на вопрос, Слава, твой вопрос, вот эта вот последняя интрига. Я посидел и дальше. Первый раунд. Внесите черный ящик. Давай. Ящик внесен. Саня, не вижу, что ты показываешь. Это мне подсказывает. Ладно. Я задам от себя вопрос, как называется песня, которая сейчас вышла на сингле в Европе, на русском языке, как она называется. Она вышла под английским названием. Вам достаточно назвать русское название этой песни, которая сейчас вышла на сингле в Европе. О чем это должны показать? Ты задавай вопрос. Я сингл показываю. А, это призы же, точно. I lose my mind. Это чтобы вы не думали, что мы тут придумаем что-то с автографией. А, не-не-не, ну все честно. Все будет честно. Вот они красивые. Все честно. Кстати, такие же, как в жизни. Ну, в общем, вопрос прост, по-моему, да? Как называется песня, которая вышла в Европе на английском языке, а как она называется по-русски? Все. На сайт нового канала, власти прошу, в Зону ночи первые три человека. Я так понимаю, приз будет именно как раз сингл с этой песней, как минимум. Ну, и остальные диски, как минимум. И плакат, конечно, вот, который мы показывали. Это же не то, чтобы похвастаться. Похвастаться можно вот этой вот встрече. Когда мне сказали, что рефлекс будет, я сказал, не вопрос. Я думаю, что вы тоже все самое повторили за мной. Спасибо вам огромное. Жалко, что времени мало. Но надеюсь, что не в последний раз. Потому что такое ощущение, что поговорить можно. Со зрителями Зону ночи остаемся дальше. До утра. Может быть, показалось. Может быть, показалось. Забывает, как на полне Отдала все, что было мне Задыхаясь, преодолев Что-то больше, чем грех Обещания твои всерьез Помню запах твоих волос Ты в холодных руках, как сной Или что-то со мной Может быть, показалось Есть только ты и никого Может быть, показалось Но это важней всего Может быть, показалось Может быть, ничего и нет Но на тебе остался А поцелуя след Все неправильно делаешь Понимаешь и не молчишь Делом жарким в космос кричишь До огня остается шаг Делай так, делай так, делай так Это ядерный взрыв ночи Ты кричи или не кричи На глубокой волне с тобой Остаюсь за чертой Может быть, показалось Есть только ты и никого Может быть, показалось Но это важней всего Может быть, показалось Может быть, показалось Может быть, показалось Может быть, ничего и нет Но на тебе остался А поцелуя след От поцелуя след От поцелуя след Может быть показалось Есть только ты и никого Может быть показалось Но это важней всего Может быть показалось Может быть ничего и нет Но на тебе остался От поцелуя след Вставай Ты обещала показать нам город Субтитры создавал DimaTorzok